Сочи, Сочи, как же тут красиво! Потрясающе! Блин, ну неужели в таком городе нет никаких минусов? Да, ребята, в Сочи есть свои минусы, и кто-то скажет, какие минусы? Ты что, совсем что ли зажрался? Такая прекрасная погода, декабрь на дворе, а ты хочешь какие-то минусы? Но они здесь действительно есть. И так как мы из Москвы, будем опираться и сравнивать Сочи относительно Москвы. Ну а пока мы с вами разбираемся в этом выпуске со всеми минусами Сочи, вы напишите в комментариях под этим видео минусы относительно своего города. Погнали! Всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Подпишись обязательно на мой инстаграм, чтобы быть, так сказать, самой в самой актуалочке. Также подпишись на инстаграм моей Насеньки. Она там такое раздает. Ссылочка будет в описании. А я напомню, что в этом году мы зимуем в Сочи. Мы тут уже жили, жили полвесны, жили все лето. А сейчас мы хотим прожить здесь осень, полноценную зиму и полноценную весну. И, соответственно, делиться с вами всей информацией, как здесь дела. И сегодня мы с вами будем говорить про Сочи, а именно минусы, почему в Сочи хуже, чем в Москве. Заваривайте чай, садитесь поудобнее, ставьте выпуску лайк, уничтожьте кнопочку колокольчик и, конечно же, подпишитесь на канал, если вы это еще не сделали. Погнали! Итак, ребята, первый и самый такой актуальный минус, с которым мы столкнулись сразу в Сочи, это же, конечно же, скорость доставки. Точнее, все, что связано с доставкой. Абсолютно не важно, что мы заказываем и что мы заказывали, но мы заказывали с разных магазинов, пользовались разными службами доставок. Все в жопе, вот честное слово. Потому что, во-первых, долго, то есть это неделю может длиться, 10 дней, но помимо того, что долго, ладно, опустим, долго, Сочи все-таки долго относительно Москвы находится, да? Но тут еще и задерживают и срывают сроки. Причем, знаете, как происходит? Тебе звонят, говорят, завтра у вас доставка, сможете принять? Ты такой, ну, смогу, окей, хорошо. Хорошо, с 10 до 18 ожидайте. Ты сидишь дома, с 10 до 18 ждешь, 18 никого, 19 никого, ни звонка, на следующий день звонишь. А когда доставка? И тебе говорят, ну, будет, но через 3 дня только. Лично у меня так было, и я вот уже с этим столкнулся. Дело в том, что мы просто, знаете, как в Москве, ну, такие зажрались, да, и мы привыкли, что если мы сегодня заказали, то завтра мы получим. По-любому завтра мы получим. А тут долго. И те, кто из вас решит сюда переехать, так как мы все уже привыкли все заказывать в интернете, лично я, моя Настенька, мы привыкли к быстрой доставке и вообще ничего не ждать, то вам будет здесь сложно. И вот, например, в своем интернет-магазине, слепкар.ру, мы придерживаемся именно такой политики. Сегодня клиент у нас заказал, завтра свой товар он уже получит. Плюс у нас детская мебель, мы не хотим, чтобы детки ждали, когда особенно ребенок вместе со своим родителем выбирает себе крутую кровать-машину, а ее везут месяц. Это неправильно. Именно для этого у нас в Москве находится большой склад, мы отгружаем оперативно в Москве доставка на следующий день. Если вы хотите самовывоз, то самовывоз вы можете забрать сразу же в день заказа. Если вы из региона, мы беспроблемно отправим в регион любой транспортной компании, которая есть в Москве и, соответственно, которая есть в вашем регионе. Также для вашего удобства мы ввели такую программу под названием «Рассрочка». У нас действительно беспроцентная рассрочка, нет никаких скрытых платежей. Вы купили за 20, а проценты банку мы выплатим сами. То есть акция так и называется. Покупай сейчас, оплати потом. Рассрочку вы можете оформить либо на 3, либо на 4 месяца. Поэтому залетайте на сайт snapcar.ru и выбирайте своему ребенку классную, стильную и, самое главное, качественную мебель. А также подписаться на официальный инстаграм, и ссылочки будут указаны в описании. Залетайте на сайт и заказывайте. Второй минус, ребята, Сочи относительно Москвы – это недвижимость. Наверняка вы знаете, что в Москве, если вы захотите что-то снять, у вас будет от батона до… Сами знаете. И выбор недвижимости настолько велик, что вы просто заходите на любую платформу, где распространяется недвижимость, и вы находите абсолютно все, что только угодно вашей душе и вашему карману. В Сочи совершенно другая история. Ты заходишь на те же ресурсы, смотришь, и такой, типа, как много здесь недвижимости. Но по факту ее как бы много, но ее как бы совсем нет. Что я имею в виду? Смотрите, например, вам понравилась какая-то квартира, вы укладываете все бюджеты, и ремонт вроде нормальный, вам все нравится. И вроде дом нормальный. Но, когда вы приезжаете ее посмотреть, вы заходите в квартиру, или уже начинаете там жить, и вы понимаете, что выходя утром на балкон, вы в прямом смысле слова здороваете за руку со своим соседом, который живет в соседнем доме. То есть, чтобы вы понимали, земля здесь дорогущая, ее здесь очень мало, и все строится. И то есть два дома у вас могут располагаться вот так вот. Вот так. И вы действительно, в прямом смысле слова, выходя на балкон, выпить чашечку кофе, вы видите не какой-то вид на море, на горы, либо там на город. Вы видите соседа, который тоже вышел попить в трусах свой кофе, поздоровались с ним за руку, выкаривали сигаретку и разошлись. Вот такая обстановка здесь, и таких застроек очень-очень много. И это действительно огромный, огромный и жирный минус относительно Москвы. А если вдруг вы решите построить свой дом, либо сделать в своей квартире ремонт, то вы должны знать, что это будет стоить приличных денег. Почему? Потому что, как я говорил выше, здесь сюда логистика дорогая, соответственно и цены на строительные материалы дорогие. Если, например, в Москве ты хочешь построить дом, либо сделать ремонт в квартире, то здесь нет ничего сложного. У тебя огромнейший рынок, выбирай не хочу. Леруа, Уби, всякие там Икеи и так далее и тому подобное, то здесь это какие-то маленькие магазины, либо строительные рынки, но цены там гораздо дороже. И пообщавшись с местными, я знаю, что многие, когда понимают, что им нужно много-много всего купить, да, так называемый опыт, они идут аж в Краснодар, в ближайший Леруа и Мерлен. Поэтому, если захотите строиться, либо делать ремонт, то обратите на это внимание. Итак, ребята, следующий минус, которому я хочу посвятить время выпуске, это медицина. Да, я, конечно, ей не пользовался, моя семья обошла все это как-то стороной, но пообщавшись с местными, я точно знаю и понял, что здесь это огромная проблема. Про бесплатную медицину вообще не стоит говорить, здесь все очень сложно с ней и никак не развивается. Но даже если мы будем разговаривать про платную историю, то здесь как бы тоже задница, потому что качественного сервиса, если вы обратитесь в платную клинику, вы не получите. Но дело в том, что в Москве с этой всей историей настолько просто. Вот огромный рынок, да, и ты выбирай, вот куда хочу, туда иду. С какой проблемой столкнулся, выберу, помониторю и туда и пойду. Заплачу деньги и как бы хорошо. Я точно знаю, про что я говорю, потому что мы обслуживались в бесплатной поликлинике, она у нас на районе новая, но последние два года мы посещали именно платную, потому что все равно есть минусы в бесплатной медицине. Мы ходили, всегда в платную анализы задавали, и если что-то возникало, всегда ходили в платную. Сервис кайфовый, оближут, расскажут. Я даже не думал о том, что если ты платишь деньги, особенно в медицине, что есть какой-то подвох. Здесь он есть. Если вы местные смотрите этот выпуск, напишите, пожалуйста, в комментариях и поделитесь своим мнением. И если вдруг у вас была какая-то ситуация, вы сталкивались, то интересно было бы почитать ваш какой-то опыт. Пишите в комментариях. Итак, ребята, резко меняем угол выпуска и переключаемся на погоду. Действительно, здесь есть минусы в погоде, и первый минус – это ветра. Мы уже прошли эту историю, точнее не то, что прошли, мы столкнулись с такой ситуацией, что мы попали в период, когда здесь были очень сильные ветра, лили дожди, и вы знаете, мы прям приуныли. Ссылочку на этот выпуск вставлю в описании под этим выпуском, вы сможете посмотреть. Но смысл в том, что ветра были настолько сильные, что у нас дома панорамное остекление, и оно вот так вот ходило ходуном. Да, конечно, здесь не те ветра, например, как в Геленджике, которые называют еще Норд-Ос, но они здесь действительно сильные. Вот я, например, могу терпеть холод, но ветра я не могу терпеть. Вот меня прям бесит, я вот точно из дома не выйду, когда сильный ветер. А следующий минус относительно погоды, это, ребята, солнце, которое сейчас так прекрасно светит, у нас декабрь на дворе, и тепло. И кто-то скажет, ты что, дурачок совсем, что ли? В смысле солнце, это плохо? Это все-таки есть такой минус, потому что, когда светит такое солнце, всегда кайфовая погода, и вот сейчас декабрь, у нас где-то порядком плюс 16, плюс 18 днем, выходные, и даже в будни, когда все так светит, голова не понимает, как в такую погоду можно сесть, спокойно работать. А учитывая, что я, моя семья, да, в принципе, как и большинство вас, которые смотрят этот выпуск, голодные на море, голодные на солнце, и голодные 100% на такую погоду. В общем, проживя здесь какое-то время, я уже понимаю то, что вот с этим балансом, когда вот такое солнце, такая шикарная погода, нужно найти ту золотую середину, чтобы и в работе не пострадать, и в отдыхе не пострадать. И так, друзья, следующий минус, которому я хочу посвятить время выпуски, это, конечно же, туристы. И кто-то тут же мне напишет, ты чё, какие туристы, а что, в Москве нет туристов? Ну, конечно, есть в Москве туристы, просто поймите, что Москва – это такой огромный город, что туристов там особо не видно, ты особо и не поймешь, турист это или это местный. Все как бы на одно лицо, да, но здесь картина совершенно другая. Здесь чётко видно туристов, здесь – это всё-таки туристический город, да, Сочи. И когда здесь особенно туристический сезон, а это лето, то здесь пёрнуть негде. Я точно знаю, о чём я говорю, мы здесь прожили весь ключевой сезон в 2019 году, всё забито – парковки, пробки, торговые центры, море, пляжи. В Москве, ну, они есть, да, но они растворяются, плюс плотность населения в Москве, она, конечно, очень большая. Поэтому там это не так видно и не так ощутимо, как, например, тут. Если вы переехали жить в Сочи и не занимаетесь каким-то сезонным бизнесом, то 100% вы будете очень сильно задыхаться от сезона, прям задыхаться, потому что здесь будет очень вам тяжело. И когда сезон закончится, то вы сможете полной грудью, полными лёгкими вдохнуть в замечательный Сочи. А сейчас, ребята, мы плавно с вами подошли к такому автомобильному минусу – это цены на топливо, бензин, дизель. Я, конечно, понимаю, откуда такие высокие цены здесь, сюда дорогая логистика, поэтому, соответственно, и бензин дорогой. Ну, давайте сравним, опять-таки, на примере Москвы. Смотрите, 95-й стоит в Москве 42.40, в Сочи он стоит 44.15 рубля. 95-й, обычный, стоит в Москве 46.40, здесь 48.60. Ну, с дизелем здесь попроще, у нас машина дизельная, и нам в этом плане чутка повезло, хотя в 2019 году, когда мы жили на поляне, нам не повезло, потому что мы жили на поляне, чуть позже скажу почему, ну и плюс 95-й машина ела. В общем, дизель в Москве стоит 46.60, здесь стоит 46.55, чуть-чуть подешевле, да, и в принципе, если сравнивать самые такие топовые заправки Роснефть, Лукоил и Газпромнефть, то здесь почему-то дизель подешевле, не знаю почему, но вернемся к Красной Поляне, то на Красной Поляне вот эти цены сочинские, они будут еще чуть дороже, логистика. Ну, и коль мы заговорили про машины, давайте сразу же перейдем на следующий минус, который есть в Сочи относительно Москвы, это парковки. Да, кто-то, например, из какого-то Юрюпинска вообще за голову возьмется и скажет, какого хрена я вообще должен платить за парковку? Ну, мы-то москвичи уже привыкли везде за все платить, и за парковки в том числе, и как бы мы приехали в Сочи, и я такой, давайте, я заплачу, я готов платить, но первое, с чем я столкнулся, это цена на парковки. Ребята, ценники начинаются от 200 до 400 рублей, это как бы, это до хрена. Да, учитывая, что такие цены в Москве есть, ну, в самых каких-то центральных точках, там, например, возле Кремля паркануться, там. Тут же 200-400, это почти на любой парковке ты столько отдашь. И тут как бы возникает этот вопрос, вы че? И это, знаете, это первая сторона медали. Давайте перейдем ко второй стороне медали. Окей, ладно, хорошо, я готов заплатить. Эти деньги там 200-400 рублей в час, хорошо, я припаркую машину. Но вторая сторона медали, а где парковки? И мы столкнулись с тем, что как бы я готов, но как бы, а парковок-то нету. Их настолько дефицит, что найти действительно платную парковку, это становится какой-то квест. И даже если ты нашел, то места там нету. И тут мы с вами перетекаем в третью сторону медали. Это то, что парковаться в Сочи вообще запрещено. Но я думаю, кто здесь был, тот точно знает и поймет, что парковаться здесь запрещено, потому что здесь висят знаки везде. Вот такие остановка запрещена и вот такие. Это значит, работает эвакуатор. И кто не сталкивался, а кто сталкивался, точно меня поддержит в комментариях и наверняка расскажет свой случай, что эвакуация здесь работает настолько быстро, что если в Москве, например, на процедуру эвакуировать машину, у вас уйдет у сотрудников минут 15, ну от 15 минут и выше, да, зависит от сложности, как машина припаркована, то тут 3 минуты и все, машины нет. Ищите ее где-то уже на штрафстоянке. Они, видимо, здесь оттренировались, отточили свои быстрые навыки забирать машины во время, когда здесь проводилась Олимпиада. Мы тоже с этим столкнулись в 2019 году, у нас тоже забирали машину. Это действительно произошло очень быстро. Мы только отошли в туалет, возвращаемся, хоп, машины нет. Ну и следующий минус, не могу его обойти стороной, это ритмы, ритмы людей. Я думаю, что вы наверняка наслышаны, что в Краснодарском крае менталитет людей, он такой, знаете, он такой медлительный. Просто это резко бросается в глаза, потому что в Москве постоянно люди куда-то бегут, вот это вот суета, суета, суета. Единственное, что в Москве, где замедляется шаг, это в метро, когда ты попадаешь сейчас в пик, в давку, и все вот эти вот пингвинята начинают двигаться. Это единственное, где замедляется шаг. Гуляют люди в Москве всегда быстро, быстрым шагом. И здесь, знаете, когда гуляешь по набережной, то резко видишь москвича, потому что москвичи, они гуляют быстро, они как будто бы бегают. И я сам, когда мы сюда приехали, я... То есть в смысле было, это до сих пор так. Я себя постоянно останавливаю, что, мол, типа Слава, не гони, не надо. Я постоянно в быстром темпе, в быстром темпе гуляю. Так же гуляют и Настенька, так же гуляют мои дети. Ну, здесь вот так. Так и вот, как в такой тусовке, когда все вот так вот на расслабоне двигаются, как-то, как-то работать, как-то так же... Ну, здесь не принято, короче, никуда бежать. Вообще не принято. Поэтому все действуют медленно. Единственное, конечно, на дорогах здесь ездят быстро. Если бы здесь ездили бы еще бы так же, как ходили, то это была бы просто жесть. В общем, знаете как? Если в Москве какая-то гонка, то тут прям какая-то гармония. Ну и, так сказать, в полуфинал нашего выпуска попадает такой минус, как работа. Здесь действительно сложно с работой. Я сам особо не вникал, но опять-таки, да, пообщавшись с местными, я понимаю, что с работой, ну, пожалуй, как и в регионах, в любом регионе, да, нашей страны, туговато. Если у тебя нет связи, если нет какого-то приглашения, либо нет своего бизнеса, то знай, что здесь ты будешь расстроен этим вопросом. Поэтому, если вы решили перебраться на ПМЖ в Сочи, либо в Краснодарский край, то вопрос с работой поставьте в приоритет. Если вы его не поставите в приоритет, то, скорее всего, вы обожгетесь. За финалем этот выпуск с вами таким минусом, таким минусищем, как сервис. Да, в Сочи его нету, но вы знаете, сюда люди приезжают из таких глубинок нашей страны, что как бы отсутствие сервиса они толком-то и не замечают. Да и, в принципе, я могу сказать так, да, учитывая, что мы с Москвы, я вам так скажу, что за МКАДом он как бы тоже заканчивается. Если вы приедете в Брянск, Воронеж, Смоленск, Псков, то, я думаю, похвастаться сервисом данные регионы, как и, в принципе, все остальные, они не смогут. Поэтому, знаете, я вам так скажу, что понятие сервиса у каждого свое. Вы можете высказать свое мнение в комментариях под этим видео. Интересно будет почитать какой-нибудь классный комментарий из вашей практики, с каким сервисом столкнулись вы, насколько это было смешно, либо нелепо, либо вы вообще в таком шоке пробовали. Поэтому пишите ваш опыт в комментариях. Ну вот, собственно, и все. Пишите в комментариях, я, может быть, что-то упустил. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте жирный лайк этому выпуску и уничтожьте эту кнопочку-колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Я с вами прощаюсь ненадолго. Увидимся в следующем выпуске, который будет уже скоро. Спасибо, что посмотрели до самого конца. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!